Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Утёбка в рай. В санаториях Беларуси на новогодние праздники забронировано больше 60% мест. Есть у нас очень такое предложение хорошее – это тур выходного дня. Во сколько обойдётся отдых на двоих? Не сама виновата. В Бобруйске участились случаи бытового насилия. Во всех пунктах охраны общественного порядка еженедельно, один раз в неделю по средам проводят приёмы граждан. Почему бьёт – не значит любит. С Настей в сторону. В стране действует запрет на лов СОМА. Будет составлен административный протокол, который влечёт наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин. Как не угодить за решётку? А также откровенная позиция. Экологичный транспорт и достойный показатель. Завершён сезон добычи торфа. Какой объём за 9 месяцев? Традиционно понятные требования президент провёл встречу с генеральным секретарём ОДКБ. Александр Лукашенко отметил, Беларусь инициировала несколько вопросов в рамках работы организации, которые касаются СМИ, прогнозирования и реагирования на кризисные ситуации. Также в разговоре затронули обстановку на армяно-азербайджанской границе. Глава государства выразил недовольство тем, что противоречия оказались втянуты и стороны Евросоюза. По словам белорусского лидера, конфликт нужно заканчивать как можно скорее. Зачем сейчас убивать друг друга? Почти 300 человек убили и ещё о чём-то рассуждают. Надо успокоиться и договориться. Вот откуда моя позиция. Оттуда, из дальних времён, 10 лишних лет тому назад. Поэтому я так и жёстко реагирую на это. Но конфликт этот надо заканчивать. И не дай бог, мы ещё будем разжигать конфликт на таджико-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Да, тоже хотел поговорить на эту тему. Да, надо это заканчивать. Но это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьёзно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ. В следующем году Беларусь будет председательствовать в ОДКБ. Требования главы государства традиционно понятные. Приоритеты не должны быть абстрактные и надуманные. Они будут касаться именно тех проблем, которые стоят на повестке дня организации. Абьюз – не норма. В городе участились случаи бытового насилия. Каждое третье убийство и тяжкое телесное повреждение, как правило, совершает близкий человек. Зачастую поведение таких людей не поддаётся здравой логике. Только в Бобруйске с начала года 73 преступления. Правоохранители напоминают, если вам стало известно о конфликтной ситуации, обязательно сообщите об этом в органы внутренних дел. Участковые инспекторы милиции города во всех пунктах охраны общественного порядка еженедельно, один раз в неделю по средам, проводят приёмы граждан, которые проходят с 17 до 20 часов. Также за помощью круглосуточно можно обращаться по номеру 102. В Бобруйске существуют кризисные комнаты на базе территориальных центров социального обслуживания. В Первомайском районе по адресу 50 лет в ЛКСМ 19 или по телефону 72 73 77. В Ленинском на Карло-Либнихта 58 по номеру 72 02 45. Помните, безнаказанность – мощный фактор, который провоцирует агрессию. Избирательный кодекс, ежедневный рейс и официальное трудоустройство. В Беларуси снизился уровень безработицы. Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. По законопроектам ОВНС и обновлениям в избирательный кодекс поступило уже более 130 предложений. Обсуждение продолжается. Осталось два дня. До принятия документов важно получить обратную связь от разных слоёв общества. Напомним, выборы в 2024 пройдут по новым правилам. Ознакомиться с новациями можно на правовом форуме. В Беларуси снизился уровень безработицы. В сентябре количество занятых в экономике превысило 4 миллиона человек. Это 84% от всего числа трудоспособных. Самым популярным способом найти официальный заработок остаются интернет-площадки. Также устраиваются благодаря рекомендациям знакомых. Завершён сезон добычи торфа. За 2022 2 миллиона 400 тонн. Показатель увеличился в полтора раза. Предприятия отрасли не только обеспечивают внутренний рынок, но и продолжают работать на экспорт. Отгрузка за 9 месяцев выросла в 2,3 раза. Ещё два завода аккредитированы для поставок в Китай. В Минск стартовали новые ежедневные авиарейсы из Москвы. Лоукостер «Победа» выполняет полёты из аэропорта Внуково. Билеты можно приобрести на официальном сайте компании. Рейсы в белорусскую столицу из Санкт-Петербурга по-прежнему осуществляются 3 раза в неделю. В стране увеличат использование электротранспорта к 2025-му. В планах вывезти его более чем на треть городских дорог. Это позволит открывать новые маршруты без дорогостоящего создания инфраструктуры. Пока самый большой объём экологичных машин в столице. В автопарке «Минск-Транса» 73 электробуса. Пора выбирать процедуры. В санаториях Беларуси на новогодние праздники забронировано больше 60% мест. Стоимость одного койка дня с 25 декабря по 7 января в стандартном двухместном номере около 93 рублей. Банкет при желании обойдётся примерно в 200. Праздничные программы будут разнообразны в зависимости от погодных условий. Помимо медицинских услуг, специалисты предложат много культурно-развлекательных проектов. Есть у нас очень такое предложение хорошее. Это тур выходного дня. Он позволяет отдохнуть на три дня. Туда входит уже включён перечень процедур, рассчитанная на три дня. Но нет привязки, что это конкретно должны быть выходные. Почти половина забронированных мест приходится на иностранцев. Особой популярностью наши здравницы пользуются у россиян. Всего же на новогодние праздники ожидают принять 22 тысячи человек. В топе услуг – внутривенный лазер, спелеотерапия и лимфодренажный массаж. Всё чаще оздоровительные комплексы посещают молодые семьи с детьми. Огонь уничтожает имущество и забирает жизни. В Беларуси проходит акция «За безопасность вместе». МЧС в тандеме с Госэнергогазнадзором проводит противопожарные рейды. Цифры, говорят сами за себя, почти 5 тысяч возгораний с начала года. О том, как безопасно согреться зимой, Ольга Васенда. В Горбацевичах меньше 270 адресов. Но даже здесь с начала года произошло несколько серьёзных пожаров. Увы, некоторые на чужих ошибках не учатся. В этом доме светильники без плафонов, проводка в плачевном состоянии, а вокруг печи – хлам, который может загореться за секунду. Тьфу, не дай бог, не было. Потому что не очень приятно, когда что-то горит. Хозяин вроде и понимает, так беды не миновать. Но если толк, перед наступлением морозов сотрудники МЧС уделяют особое внимание печкам. Если щели, прибит ли притопочный лист, исправна ли дымовая заслонка. И напоминают, сырые дрова горят хуже. Для хорошего прогрева уходит в два раза больше топлива. А при розжиге появляется много сажи. Впоследствии снижается прочность стенок. Безопаснее хранить поления на улице. Складывать их лучше на камни или поддоны в дровнице. Чтобы избежать плесени, можно накрыть рубероидом. Главное, чтобы топливо оставалось сухим. Предупредить пожар всегда легче, чем тушить. В тандеме со спасателями работают сотрудники Госэнергогазнадзора. Смотрят исправность кухонных плит, обогревателей и проводки. Только за 9 месяцев в районе и городе проверили свыше 1200 домов. Выписали порядка 90 предписаний. Проводка была проложена по сгораемому основанию. На осветительных электроприборах не применяются защитные плафоны. Коробки распределительные не закрыты защитными крышками. То есть, может создаться условие, когда человек может случайно в это все дело попасть под напряжение. Из-за беспечности и халатности можно лишиться дома в считанные минуты. В период акции за безопасность вместе специалисты посещают тех, кто не всегда способен позаботиться о себе сам. Инвалидов, одинокопроживающих и пожилых. Без внимания не остаются дети, находящиеся в социально опасном положении. Ну и многодетные семьи. Подобные мероприятия у нас проводятся в течение всего года. В зависимости от складывающейся обстановки на той или иной территориальной единице. Каждый день статистика спасателей неумолимо растет. За 2022 в стране произошло почти 5000 пожаров. Погибло 500 человек. Среди них 9 детей. Помните, огонь разрушает дома, отбирает имущество и лишает жизни. Ольга Васинда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. С Настей в сторону в Беларуси с 1 ноября по 31 марта вводится запрет на лов сома. Хищник весьма чувствителен к похолоданию. Поэтому раньше других залегает на зимовку. При этом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей. Когда лед сковывает реки и озера, рыба прячется в углубленные места и прижимается к илу. На нее ложатся другие позвоночные нередко в несколько ярусов. В период запрета добыча сома обыкновенно обойдется нарушителем 12 базовых величин за каждую особь. Будет составлен административный протокол, который влечет наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин. Если сумма ущерба превышает более 100 базовых величин, то налагается уголовная ответственность. Госинспекция охраны животного и растительного мира также напоминает, до 15 апреля в стране действует запрет на промысловый лоб всех видов рыбы на зимовальных ямах. Ознакомиться со списком таких мест можно на официальном сайте организации. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok